Здрасте, мы писали письмо, мы как коллектив жителей полгода назад написали письмо, нам ответил префект по поводу благоустройства теннисной площадки. Извините, а как вас зовут? Дмитрий Александрович, а вот мне написано Алексей Алексеевич Игорянков, это я. Да, да, это мне для коллективного ответ дали. Значит, я вам расскажу историю, мы зашли в жилищник, который должен заниматься благоустройством, девушке сказали, что они ничего не знают, это было давно, и чтобы мы обратились в управу, чтобы в управе знают, кто, что наши скамеечки, урны, вешалки обещаны в прошлом году, сделает и поставит. То есть сейчас какой у вас конкретный вопрос? Сейчас конкретный вопрос. Вот смотри, это наше обращение, письма, там, подписи. Само обращение. А вот ответ, само обращение, ну да, вот это обращение, да. У нас обращение большое было, мы просили навес, освещение дополнительное, поменять покрытие на столах, покрытие под ногами. В этом письме написано, что этого не предусмотрено, делать не будут. Но написано, что Совет народных депутатов принял решение скамеечки, вешалки и урны сделать в 22-м году. Вот, я к девушкам пришел туда, они говорят, мы ничего не знаем, никаких скамеек. Говорят, что вроде вешалки где-то фигурируют. Мы отправляли Собянину и префекту. Вот префект ответил. То есть мы сошлись о том, что вешалки, урны и лавочки нам поставят. Даже народные депутаты сказали, что решение, вот там, по-моему, четвертая обязация. Они приняли решение. Ну, в 18-м году было бы строить парк. Да, это строили парк. Мы прекрасно знаем, что строили. Мы не о том, что было, а о том, что надо сделать дополнительно. О том, что было, мы знаем, видим. Абакумов не снимает трубки. Поэтому по всем телефонам, какие нам давали, не отвечать никто. Поэтому мы ногами решили все это сделать. Написано прямо «Запланировано». Наверное, где-то в каких-то планах, может быть, есть. А если нет, то надо включить в эти планы. Может быть, даже просто позвонить в этот, преображая какого? Ну, да, но, извините, решение депутатов, да. Да. Они приняли решение «Запланировано». Сейчас будем поднимать, смотреть, что, скорее всего, это будет в этом году. Ну, леток, знаете, какая погода роскошная. Сейчас народу там, а лавочек нет на земле. Скамейки, просто взять три скамейки, принеси и поставить. А потом остальное. Урны, потом вешалки. Три скамейки идет, попросите поставить. Вы уже сделайте, закройте тем, мы все будут довольны. Чем белее. Чем белее, да. Скажите, что там, вот, под контроль беру, приходи ко мне через неделю, лавочка будет стоять уже. Мы сейчас будем стоять, у нас сейчас весна началась. Ну, конечно, у вас наверняка их много. Сейчас кого? Лавочек. Ну, я бы сказал, сейчас будем смотреть и поднимать документы. Так. И весенний период. Что нам делать? Вот у меня 30 человек, они ждут, чтобы я им сказал. Хорошо, пока, сейчас ждем. Кого? Скамейка. А где, кто контролировать будет, кто курировать будет, к кому надо обращаться? Или мне к вам приходить? Ну, как, это жилищник стоит. А жилищник на вас ссылается. Они сказали, в том-то и весь парадокс, что они говорят, мы не знаем, идите вы правы. Давайте я запишу ваш номер. Давайте. Диктуйте. А так 8. 96. 8, 96? Да, 96. Потом 606. 30, 34, 606. Алексей Алексеевич меня зовут. Какая фамилия сейчас? Е. Горенков. Да, скамейки, вешалки и урны. Если мы в экстренном порядке поставим с вами три скамейки, мы сделаем большое дело. Остальное потом уже доведем дома. Вешалки, урны. 6 столов. Народу собирается очень много. Там до 50 человек. Там просто получается столпа, которая на земле сидит, на деревьях развешивает. Я запишу сам. Я вам наберу. А вы нашу площадку знаете, вообще представляете? Настольный теннис между памп-треком и тренажерной площадкой. Да, был на выходных там. Да, да. Вот вы видите, что там жизнь кипит очень активно. Там очень много людей и никакого удобства нет. Там ничего нет. Урны нет элементарно. Мы в пакетики складываем и уносим. Все сделано мимо нас. В течение какого времени вы мне сообщите? В течение когда? Недели, 10 дней, месяцев. Или сообщу вам на, думаю, что завтра, по крайней мере, когда выяснится. А вы мне позвоните и скажете, какие мероприятия будут проводиться? Так, еще раз, как вас зовут? Ваша должность? Дмитрий Александрович. А должность ваша? Начальника дела. Начальника дела. Очень приятно. Мы надеемся, что все будет сделано оперативно, быстро. И все будут рады. Спасибо, всего доброго.